МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель руководителя Государственного комитета по работе с диаспорами Рамидом Мамедовым. Здравствуйте, Рамин Малим. Очень приятно вас видеть сегодня гостем нашей студии. Начнем прямо с вопроса. Съезд азербайджанцев мира проводится раз в пять лет. Впервые по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, потом в соответствии со спорешениями президента Азербайджана Ильхама Алиева. Этот съезд стал четвертым. Пять лет ведь это не просто так. Это такая возможность подвести итоги и похвалиться успехами. А вот какие успехи отметили бы вы? Правильно вы отметили. Первый съезд был проведен по инициативе общенационального лидера, тогдашнего президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева. И в той сложной ситуации, в которой была страна, период экономического развития, подъема, стабилизации политической ситуации, то внимание, которое было уделено в свое время развитию диаспоры, конечно, еще раз подтверждает то, что было заложено основу стратегической линии внешней политики Азербайджанской республики. Еще до создания оснований для проведения этого форума, если всем нам хорошо известно, Гейдар Алиев, бытность президента Азербайджанской республики, во время своих иностранных визитов обязательно уделял особое внимание на встрече с азербайджанской диаспорой, представителями нашего народа, проживающих в различных странах в уголках мира. И в ходе этих бесед, в ходе этих разговоров, определенных обсуждений и заложилась идея сплотить азербайджанцев всего мира в единый центр, в координационный орган, и был проведен первый съезд азербайджанцев мира, на основании, на решение которого, конечно же, в последующем государство приняло на себя функцию координировать деятельность азербайджанцев по всему миру не только от съезда до съезда, но и созданием специального государственного органа, который будет вести работу между съездами, своеобразный такой междувыборный период. И в 2002 году был создан государственный комитет по работе с диаспорой, тогда назывался он по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах, и как итог в последующих годах азербайджанская диаспора получила сильный толчок в своем развитии, как в организационном, так и в качественном. Если обратим внимание на последующие съезды, мы увидим, что каждый съезд ставил перед собой определенную задачу, и эти задачи, к нашему счастью, и действительно мы можем этим гордиться, были достигнуты. Второй съезд отличался от первого, третий съезд отличался от второго, и судьбоносным знамением во время проведения тех съездов является, конечно же, третий съезд азербайджанцев мира, на котором господин президент Гейхам Алиев объявил новую стратегию, новую тактику развития диаспорской деятельности. И основным заключением и в целом красной нитью прописанной идеей являлась переход азербайджанской диаспоры от защиты к атаке. Что это означало? Это не просто слова, это не просто тактическая установка для нашей диаспоры, но это показатель того, что азербайджанское государство, во-первых, в этот период начинает переживать реальный этап развития своего, не только на основе финансовых показателей, но и пропагандистской деятельности, пиара своих государственных идей, своей политики по всему миру. Но и в то же время азербайджанские диаспорские организации на местах переживали определенный подъем. Ведь всем хорошо известно, каждый гражданин гордится своей страной, а тем более эта гордость увеличивается, если своя страна развитая, она переживает подъем, она на международной арене играет очень важную роль. И Азербайджан в этот период как раз-таки стал известным всему миру, как страна с очень хорошими показателями экономического подъема, страна, которая стала местом проведения международных мероприятий, она стала инициатором проведения определенных международных акций, международных линий. И, естественно, рейтинг Азербайджанской республики по всему миру рос где на то дня. Это не могло не радовать азербайджанскую диаспору. Люди, которые проживают в Соединенных Штатах, они были действительно очень счастливы, гордились тем, что мы стали временным представителем Совета Безопасности ООН. Люди, которые проживают на европейском континенте, были действительно горды нашей страной, когда страна начала принимать участие в Евровижен, и, в конце концов, победила, приняла этот конкурс у себя на родине. Проведение европейских игр, различных турниров, чемпионатов, проведение международных форумов, таких как гуманитарный форум, международный диалог цивилизаций. Все это, конечно же, играло очень позитивную роль на формировании имиджа Азербайджана как миролюбивого, толерантного и стремящегося воссоздать как по всему миру, так и у себя в небольшом географическом ареале ценности цивилизованного мира. И азербайджанцы, конечно, этим питались, азербайджанцы этим вдохновлялись, азербайджанцы этим пользовались в хорошем смысле этого слова. И сегодняшний день азербайджанская диаспора, конечно же, за 15 лет провела очень насыщенную работу, она в своем этапе развития, если изобразить синусоиды, она достигла определенного своего пика. Но удовлетворяет ли нас уровень развития, который мы себе представляем, конечно же, нет. В каждом развитии есть определенный кульминационный пик, мы до этого пика еще не дошли. Азербайджанская диаспора сегодня очень сильна. Она сильна не только идеологически, не только связью со своей исторической родиной, но и своим влиянием на местах. Но как госструктура, как государственный комитет по работе диаспора, как азербайджанское государство, мы ставим перед собой, конечно же, новые и новые цели. И четвертый съезд азербайджанцев мира поставил перед нами определенные новые горизонты развития, новые задачи, новые цели, которые мы должны в обязательном порядке до следующего съезда идти, стремиться и развивать ту сферу, которую нам доверили. Вы вначале говорили о том, что когда проходил первый съезд, очень важным был вопрос о консолидации азербайджанских диаспор. А насколько они сегодня консолидаются, насколько они находятся в связи друг с другами, в связи с другими диаспорами в этой же стране, с диаспорами других стран? Как вот в этом направлении проходят? Очень логический, скажу к месту вопрос, в том плане, что, опять же, в исторической ретроспективе, если рассмотреть все съезды, которые были проведены за эти годы, мы увидим, что азербайджанская диаспора росла не только количественно. Количество организаций, которые принимали участие на первом съезде, начислялось чуть больше 200 организаций, представители различных стран. На последнем съезде участвовало 462 организации, представители 462 организаций. Что это означает? Мы не просто удвоили количество организаций, мы удвоили их значение, их вес в том обществе, в котором они функционируют, и, естественно, усилили связь этих организаций с исторической родиной. Если посмотреть на интенсивность общения, визитов, реализуемых проектов с диаспорскими организациями по всему миру, с исторической родиной, с Азербайджанской республикой в 2001 году, в 2016 году, мы увидим значительный скачок. Опять же, я считаю, что необходимо еще раз повториться, отметить тот факт, что это связь, это усиление, это увлечение контактов, эта интенсивность, естественно, связана с тем, что Азербайджан, не тот Азербайджан, который был 15 лет тому назад, мы все хорошо помним, господин президент на последнем мероприятии, посвященном Дни Республики, сказал очень знаменательную фразу, что Азербайджан никогда за весь свой исторический период не был так силен, как сегодня. Это не может не радовать азербайджанцев всего мира, это не может дать им дополнительный стимул, импульс к развитию. Поэтому и как структура, которая координирует деятельность между различными диаспорскими организациями, мы этот фактор обязательно используем для развития связи диаспорской организации с исторической родиной, для усиления их работ в пропаганде реалий Азербайджана по всему миру, не только в ретроспективе и с точки зрения карабахской проблемы, но и в целом, все этапы Азербайджана, начиная с первой демократической республики, потом период нахождения в составе Советского Союза и последующие восстановления независимости на той территории, которой мы сегодня владеем. Вот вы сейчас коснулись карабахской проблемы, ведь это одно из основных направлений деятельности диаспоры, это доведение до мировой общественности правды о том, что происходит сегодня, об оккупации 20% азербайджанских территорий, о миллионе беженцев, о хаджалинском геноциде. Как вот эта работа проводится? Как вы ее оцениваете? На каком уровне? Знаете, очень важно в этом вопросе, конечно, сотрудничество не только диаспорской организацией с центром, с координирующим центром в лице Государственного комитета, но и в том числе консолидация деятельности между ними. И последние годы нам показали очень интересный опыт. Всем известно, что с 2008 года непосредственно по инициативе первого вице-президента фонда Кидара Алиева и руководителя азербайджанской молодежи в России, руководителя организации АМОР, проводится акция «Справедливость Ходжала». И результаты этой деятельности мы видим, что если в начале к этой акции, к этой идее подключились азербайджанская молодежь, которая проживает, учится на территории бывшего Советского Союза, в частности на территории Российской Федерации, то последующие годы ареал действия этой программы, этой инициативы, она расширилась вплоть до Соединенных Штатов Америки. Сегодня мы имеем поддержку в лице азербайджанской диаспоры от Новой Зеландии до Канады, до США. И это показывает, что азербайджанская диаспора, независимо от локации, от расположения, от места проживания, от деятельности, к идее распространения справедливости и оценки международным сообществам, правильной и справедливой оценки международным сообществам событий, которые происходили в Карабахе, в частности, в Ходжалы, в 1992 году, не оставляет их без внимания, не оставляет их в стороне, они не равнодушны к тому процессу, который происходит вокруг Азербайджана. И, в частности, события, которые произошли в свое время Ходжалы, мы их рассматриваем не просто как военное преступление, но и акт вандализма против человечества, как гуманитарная катастрофа. Поэтому один очень важный элемент распространения идеи не только касательно Карабахского конфликта, но и в целом того, что происходило с мирным населением в контексте военного преступления, конечно, нас радует. Сегодня к этой проблеме, к освещению этой проблемы очень сильно подключилась азербайджанская молодежь. Это означает, что диаспорская деятельность лежит не только на плечах их родителей. Молодежь не осталась равнодушной к этой проблеме. Она как раз-таки наоборот. Она даже немного опередив ход событий, она подключилась к этому процессу. И сегодня азербайджанская молодежь по всему миру, если не является движущим элементом, то как минимум неотъемлемой частью диаспорской деятельности. И на последнем съезде была выделена специальная панель для обсуждения отношения молодежи к проблеме диаспорской деятельности, отношения введения новизны в деятельности диаспорской организации. Потому что мир не стоит на месте. Этап глобализации мы видим, что охватил весь мир. События, которые происходят в глобальном масштабе и непосредственно на региональном уровне, не могут не отразиться на Азербайджане, в частности, и на всем мире, конечно же. И, естественно, надо вносить определенные коррективы, новшества и работу с диаспорскими организациями на местах. Наша азербайджанская диаспора распределена по всему миру. География охвата деятельности очень широкая. И подход к работе с диаспорскими организациями в Соединенных Штатах Америки, в России, в Новой Зеландии или в Средней Азии, конечно же, он должен быть определенно дифференциальным. Мы не имеем права и не можем подходить, и не подходим к ним с одинаковой точки зрения. У каждого свои определенные географические, локальные спецификации. Поэтому в этом вопросе, а всегда новатором в этих вопросах, движущим элементом, внесением некоторых новых элементов, которыми сегодня являются социальные сети, новые элементы интернет глобального мира, телевидение, вещание, пропаганда, конечно же, является азербайджанской молодежь. И она за эти годы проделала немалую работу. Когда мы говорим об азербайджанской молодежи, тут очень важный вопрос, особенно если мы говорим о людях, которые родились уже за пределами Азербайджана, и здесь очень важный момент, это не утерять национальные корни, сохранить культуру, сохранить историю, потому что они родились в другой стране, они там учились, и, естественно, им те традиции, может быть, где-то даже ближе. Как работать в этом направлении? Что уже сделано? Реально, по сущности, очень важный вопрос. Мы этим вопросом занимаемся уже последние несколько лет. Нас беспокоит проблема, возможная проблема утери связи с исторической родиной тех людей, которые родились в зарубежных странах. Они растут в совершенно другой среде, владеют, говорят на языке, которым является основным, титульным языком этой страны. Поэтому связь с исторической родиной не только в языковом эквиваленте, но и понимание исторической сущности, понимание тех процессов, которые происходят в Азербайджане, конечно, и нас беспокоит. И несколько лет тому назад мы начали пилотный проект с молодежи, которая проживает в Грузии, с соседней Грузии. Всем известно, что долгое время азербайджанская молодежь, которая проживает в Грузии, она оставалась в определенном смысле этого слова оторвана от общественной политической жизни Грузии из-за незнания грузинского языка. Мы, конечно же, ратуем за то, чтобы наши были, и как господин президент поставил перед нами, определенной задачей быть не только хранителем, носителем элементов азербайджанской этнокультуры, азербайджанской самообытности, но и в то же время являться очень важным и активным участником общественно-политической жизни тех стран, где они проживают. Исходя из этого, из этой концепции, мы начали работать с азербайджанской молодежью, уже проживающей Грузии, как я сказал, и эффект был, конечно, потряс и нас самих. Мы не ожидали такого эффекта. Во-первых, азербайджанская молодежь очень быстро начала изучать грузинский язык, и коэффициент поступления в ВУЗы на грузинском языке, он вырос тысячи раз. Если до проекта было количество наших студентов, обучающихся на грузинском языке, исчислялось максимум двумя десятками, то сегодняшний день это привалило уже за тысячу. Это означает, что в последующие годы люди с азербайджанским определенным прошлым, азербайджанскими корнями будут работать на определенных государственных структурах Грузии. Это означает, что они будут всегда очень тщательно и выборочно относиться к вопросам, которые будут обсуждаться на местах касательно Азербайджана, азербайджанской самооботности. Этот же процесс сейчас начали реализовывать по всему миру. Конечно же, уровень, масштаб, он отличается. Он немножко, есть определенный дифференциал, но следующий этап это сохранение связи с исторической родиной. Не только внедрением в общественность, где они проживают, но и очень важно, чтобы они знали, откуда они, что из себя представляет Азербайджан, какие есть традиции, истории. И мы, наверное, со следующего года сейчас идет разработка, как итог, один из итогов этого съезда, это разработка специальной программы, на основании которого со следующего года люди, которые, особенно молодое поколение, родились в зарубежных странах. Мы планируем их пригласить в Азербайджан на своеобразный летний лагерь, в ходе которого они бы встречались с официальными людьми, ездили бы по районам Азербайджана, знакомились бы с историей, с культурой, с кухней, узнавали бы правду об азербайджанских реалиях, пропагандистских направлениях, тех проблем, которые стоят перед нами, в целом, как страна и как нация. И когда они будут возвращаться уже на свои места проживания, чтобы они в азербайджанской идеологии, азербайджанскую правду доносили до своих, как минимум, сверстников с более интенсивностью и с большим воодушевлением. Поэтому я думаю, что в этом направлении нам надо работать интенсивно и на постоянной основе. И результат, конечно же, о себе дознать в ближайший год. Вот если мы говорим о молодых, о том, как они доводят правду, то это, конечно, в первую очередь социальные сети. Во-первых, это самый популярный сегодня сегмент СМИ. И, во-вторых, это именно тот сегмент, где наиболее активна молодежь. Об этом говорил и президент, о том, что необходимо усилить работу в этом направлении. Что сделано и что будет сделано? Конечно, каждый их съезд, как я сказал, отличается от предыдущего своими определенными новыми явлениями, вызванными не только нами, как государство, но и определенными глобальными явлениями, коими является сегодня такое понятие, как социальная сеть. Азербайджанская диаспора, в том числе Государственный комитет по работе сети, конечно же, не может оставаться в стороне. Более того, не то, что не может, он даже использует очень активно социальные сети. Это мы проводим агитационную работу, чтобы люди больше использовали, потому что взрослое поколение немножко остается своеобразным, апатичным, таким новшеством, связанным с интернет-миром. Но молодежь, конечно, в этом плане нам очень сильно помогает и поддерживает. И последующие годы была озвучена идея как раз на этом съезде о создании виртуального центра азербайджанцев всего мира, что даст возможность не меняя свою географическую локацию, связываться со всеми азербайджанскими точками, с координационными центрами по всему миру, узнавать определенные директивы, определенные реалии в очень интерактивном режиме, онлайн-режиме. И это, конечно же, поспособствует тому, чтобы связь между ними, во-первых, очень сильно усилится. Во-вторых, то время, которое нам необходимо, очень драгоценно на сегодняшний день, не будет утеряна, и информация, и координация деятельности, она будет осуществлена немедленно. Спасибо. И последний вопрос. К сожалению, у нас не так много времени, поэтому придется подводить итоги. По итогам съезда были приняты целый ряд документов. Вот какие из них вы бы отметили как наиболее важные? Конечно же, это как заключительный акт съезда всех обсуждаемых вопросов, затронутых тем. Было принято единогласно всем участниками съезда. Было оглашено обращение к президенту Азербайджанской республики, господину Хамалиеву. Были вычтены и, соответственно, единогласно поставлены на обсуждение и голосование. Единогласно приняты документы. Такие документы, как обращение международного института в связи с определенными реальностями Азербайджанской республики. Обращение к международным институтам с призывом решить Нагорно-Карабахскую проблему на основании международных принятых норм, это включая и резолюцию Совета безопасности ООН принят еще в начале 90-х годов. В последнее время на региональном уровне это может иметь влияние не только на ближайший регион, но и на более обширную географию. Это проблема функционирования Митцаморской атомной электростанции, которая сегодня является действительно насущной проблемой для всего региона. И азербайджанцы всего мира не могли остаться в стороне от этой проблемы. Они приняли определенное обращение ко всем международным институтам, в ООН, МАГАТЭШ с призывом остановить работу этой станции, которая может нанести за собой гуманитарную катастрофу, гуманитарную проблему. Для всего региона. Для всего региона, в частности. И, конечно же, был осуществлен сбор предложений по новому составу координационного центра. Вы знаете, что от съезда до съезда функционирует координационный центр азербайджанцев всего мира. И был принят новый состав. Он начал уже функционировать в составе 109 человек. И единогласно по предложению азербайджанцев всего мира, председателем этого координационного центра, конечно же, был избран лидер азербайджанцев всего мира и президент азербайджанской республики господин Ирхам Алиев. Итог принятой документы еще раз показал, что азербайджанцы всего мира являются неотъемлемыми части Азербайджана в целом. Они не остаются в стороне от насущных проблем не только Азербайджана, но и региона в целом. И, конечно же, очень важный итог. Государство ни на секунду не останавливается на своей политике поддержания, оказания услуг, продвижения наших азербайджанцев на местах. И, конечно же, перед нашими азербайджанцами по всему миру стоит очень главная задача. Это помочь Азербайджану восстановить справедливость, убрать это неисправедливое отношение к территориальным притязаниям. И я думаю, что при помощи азербайджанской диаспоры и в целом при помощи азербайджанского государства в скором времени мы увидим очень сериальные успехи в пропаганде азербайджанской реалии по всему миру. Спасибо вам большое за очень интересные и очень содержательные ответы. Вам спасибо. Четвертый съезд азербайджанцев мира называют одним из самых ярких событий в общественной жизни страны. В нем приняли участие свыше 500 делегатов из 49 стран мира. Представители диаспор поделились опытом, рассказали об успехах и наметили основные направления деятельности на будущее. Об итогах четвертого съезда азербайджанцев мира мы говорили сегодня в рамках программы «Честно говоря» с заместителем руководителя Государственного комитета по работе с диаспорами Рамином Мамедовым. До встречи.